Наталья Витальевна, я вам передаю слово, пожалуйста. Мы искренне признательны не только за возможность выступить здесь, а за посыл, который мы получаем, когда приезжают к нам наши руководители и, главное, внештатные специалисты и специалисты в какой-то области, для того, чтобы можно было проанализировать то, что у нас есть, чтобы можно было остановиться, осмыслить, поставить себе какие-то задачи, ну и поставить вопросы, которые можно решить именно вместе с профессиональным сообществом. Если говорить о медицинском образовании, то вот те самые международные стандарты и снова я признательна Елене Владимировне за то, что у меня была возможность заглянуть в их электронную версию прямо вот в такой горячий пирожок. Значит, я бы хотела выделить то, что там было подчеркнуто образование в области палеотивной помощи должно быть неотъемлемой частью нашего с вами профессионального развития и профессионального образования. Оно, вот с точки зрения преподавательской, я бы хотела прямо подчеркнуть способность к самоанализу и проактивной позиции нам нужно прямо тренировать у наших врачей. Я несколько раз к этому тезису еще вернусь и прокомментирую, что я имела в виду и что это обучение должно быть доступно всем медицинским работникам. Ну и цель моя сейчас представить именно наш опыт. Опыт наш не слишком большой. Начали мы в конце 2020 года, то есть буквально каких-то три года мы занимаемся этим, пытаясь сделать это системно на уровне программ специалитета, ординатуры и дополнительного профессионального образования. Ну, наверное, вы можете понять меня, потому что в это время я, работая на кафедре педиатрии с курсом поликлинической педиатрии, то есть на программах специалитета и ординатуры практически 30 лет, я примерно тогда уже исполняла, работала проректором по образовательной деятельности и это было ковидное время и два года совмещала эти обязанности проректора с обязанностями руководителя нашей образовательной организации. Когда эта задача у нас появилась, вот если уже в ряду какой-то катастрофической многозадачности искать и выделять на это время, чего нельзя просто не делать, то делать уже это так, чтобы это было не одноразово. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что когда мы говорим о разработке образовательных программ, о чем сегодня вот не раз уже шла речь и сегодня мои коллеги это упоминали, то есть некие обязательные требования. Дело в том, что образовательные программы, образовательные организации разрабатывают самостоятельно и у них есть определенная рамка. Эта рамка включает в себя образовательный стандарт, там есть компетенции, которые должны быть в программе все до одной. Дальше самостоятельно определяются профессиональные компетенции на основе профессиональных стандартов и самостоятельно планируются результаты. То есть здесь есть большое разнообразие образовательной организации, делают это сами, хотя документы вроде бы одни и те же, но понимают и реализовывают это все чуть иначе. Есть еще такая норма, что если профессионального стандарта нет, то профессиональная часть этих наших образовательных программ складывается на основе анализа требований, предъявляемых на рынке труда, обобщенного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями. Вот это наша рамка. Если мы возьмем профессиональные компетенции врачебные в области педиатрии, то у специалитета есть образовательный стандарт, совсем недавно он был обновлен. Есть профессиональный стандарт врач-педиатр-участковый, и мы должны делать упор на подготовку специалистов в области палиативно-первичной врачебной помощи. Точно так же в ординатуре, только там свой стандарт, который тоже был совсем недавно обновлен. А профессиональным стандартом участкового педиатра мы можем пользоваться лишь частично, потому что компетенции ординаторов гораздо более широкие, а часть мы должны как раз брать в консультациях с профессиональным сообществом, вот разделяя функции. А дополнительное профессиональное образование вообще имеет развилку, то есть либо мы будем готовить специалистов для первичной палиативной помощи, либо для специализированной. Это важно, потому что вот когда завтра будет разговор о том, что должна делать и что не должна делать бригада палиативной медицинской помощи, то эти бригады же должны тесно сотрудничать с участковым педиатром. А что должен делать педиатр? Мы тут совсем недавно посчитали, вот у нас в Пермском крае 520 палиативных пациентов. Ну если мы вычтем из этого числа тех, которые у нас находятся в интернатных учреждениях, то есть их 50 с небольшим, то останется 460. А физических лиц участковых педиатров, физических лиц у нас 520. То есть получается у нас будет меньше одного палиативного пациента на одного участкового педиатра. И далеко не в каждом вопросе этот участковый педиатр может быть самостоятельным, но он все равно должен быть помощником и он точно должен знать свою задачу. Поэтому когда мы решали, что мы должны сделать на специалитете, мы посмотрели компетенции, которые есть, и часть универсальных компетенций совершенно ложится на потребности палиативной помощи, вырабатывать стратегию действий, соблюдать этические принципы, применять медицинские изделия. Вот все, что нам нужно, но слово палиативный там не звучит. И поэтому будет ли это рассматриваться в процессе реализации этой образовательной программы, это на самом деле дело образовательной организации. И когда мы определяли профессиональные компетенции на основе обновленного профессионального стандарта, то одна из десяти содержала слово палиативный. И мы включили ее в компетенцию, способен к оценке клинической картины и может направлять на палиативную медицинскую помощь. То есть мы это слово включили, чтобы оно не выпало, чтобы обязательно обратить на него внимание и включили, потому что профессиональная часть сегодня разрабатывается нами самостоятельно образовательными организациями. И проанализировав профессиональный стандарт в трех трудовых функциях, мы нашли задачи, связанные с палиативной помощью, они должны были быть как-то отражены. Но тоже вот задача, например, оказывать палиативную помощь, она ведь, как сегодня тоже уже не раз говорилось, очень обобщенно представлена, оказывать на своем участке, на том месте, на котором педиатр работает. Ну и как мы пошли в реализацию этой задачи? Мы провели свою цикловую методическую комиссию и мы сначала разобрались, какой должен быть принцип обучения, рассредоточенный или это будет модульный. Решили, что рассредоточенный, потому что середина учебного года, учебные планы уже не поменяешь, штатное расписание тоже. Поэтому выбрали, что кафедр будет несколько и провели анализ своих рабочих программ, чтобы можно было определить те темы, куда легко вставляются тематика палиативной помощи, чтобы она стала частью нашей жизни. У нас получилось три кафедры, три дисциплины, которые рассредоточены по трем годам обучения и начинали достаточно рано, потому что есть основы сестринского ухода. Там замечательно можно познакомить уже с палиативным уходом. Для того, чтобы узнавание было нашим обучающимся, нужно сделать несколько вот таких информационных подходов, чтобы они на самом деле эту задачу уже выделяли и дальше уже решали. Но здесь, собственно говоря, раз преподавателей немного, я не буду детализировать, суть подхода была понятна. Ну и пример оценочных средств для рубежного контроля я привела по дисциплине поликлиническая педиатрия, в которой мы как раз пытались уложить вот эти задачи для участкового педиатра. И самую главную задачу, которую мы выбрали, это узнавать пациентов, которых нужно обсуждать с точки зрения, есть или нет у них показания к палиативной помощи. И поэтому достаточно простые вопросы для собеседования, которые в то же время не забыты, не пропущены. Слово палиативный звучит. Приказ о вот этих показаниях для разных палиативных возможностей, да, для хосписной помощи, для выездной палиативной бригады. Значит, пришлось проработать ребятам. Что нужно сделать? Это вот предложение для системных решений. Вы знаете, я почитала наш учебник, который у нас есть в библиотеке и который есть в ЭБС студента. Ну, это один из. У него было много переизданий. Последнее переиздание в 2020 году. Поликлиническая неотложная педиатрия. Я поискала в нем вопросы палиативной помощи. Отражены ли они вообще? Потому что в аннотации было декларировано, что рассмотрены все разделы. Но вот даже в самом введении, в той самой таблице 1.1, которая начинает учебник, и в которой должны быть отражены все организации по оказанию медицинской помощи, а у нас четыре вида медицинской помощи и палиативная одна из них, представлены все, кроме палиативной. Там даже есть организации, которые оказывают наркологическую помощь, дерматовенерологическую помощь. А палиативного, слово палиативный не упоминается даже в разделе по этике, даже в разделе по социальной помощи. Конечно, это не способствует тому, чтобы вот каждая образовательная организация не забыла это слово и включила это в свои образовательные программы. Есть еще сегодня опыт внедрения в учебные планы типовых программ. Вот у нас в последнее время, вот только за это лето, мы получили два предложения. Внедрить в учебный план, то есть найти этому место, значит у кого-то забрать, этой дисциплине отдать. Значит, и все сделать уже с начала учебного года, две дисциплины. Первая называется «История России», вторая называется «Обучение служением». Как это обычно делается? Типовая программа на одну-две зачетных единицы. Предлагается ВУЗу и говорят, ну вот «Историю России» это обязательное было условие, обучение служением это можно было сделать или не сделать. Это вот такой у нас есть сейчас проект. Ну то есть вот на этой основе, в принципе, можно было бы разработать типовую программу по базовым каким-то принципам, которые можно было предложить ВУЗам для реализации в тех случаях, где этого не сделано совсем. Ну еще, конечно, есть еще один опыт, который можно было бы здесь тоже использовать. Это обучить обучающих. Вот вы понимаете, я имею, предположим, два сертификата педиатрии, аллергологии, иммунологии и первичную специализированную аккредитацию по организации здравоохранения. Но все, что я знаю в области палеотива, это самообразование, к которому мы приходим, когда мы понимаем, что без этого нельзя. То есть я типичный представитель вот этого сообщества профессионального и далеко не каждый преподаватель, занимающийся с педиатрами, вообще проучился палеотиву. Даже когда мы выбирали, кого проучить для того, чтобы нам позволено было написать и провести через НМО хотя бы одну программу по палеотивной помощи, конечно, мы выбирали доцента, который будет этим заниматься на потоке, а не организатора, который будет только как-то следить, так сказать, за общей концепцией. То есть, конечно, здесь обучить обучающих. Вот есть опыт у нумийцев очень хороший. Они сейчас, когда приезжают тоже к нам с проверками, они в дальнейшем приглашают преподавателей на циклы, как обучать каким-то разделом сложным, кардиологии или эндокринологии, как это включать в базовое образование, чтобы было логично. То есть, в принципе, здесь, вот я думаю, что это не как системно, а как периодически проводится, но вот обучать преподавателей, которые дальше будут работать на программе специалитета и ординатуру, очень нужно. В отношении ординатуры, ну, такой же принцип. То есть, мы проанализировали федеральный стандарт, мы подумали, программа по специалитету, по педиатрии обновилась только что в 2023 году, и сейчас идут обновления. То есть, мы на следующий учебный год начинаем по новой программе, и мы здесь посмотрели. Вот сервисы палеотивной помощи, и палеотивная помощь в Пермском крае расширилась, наши возможности тем, что у нас в 2023 году открылся хоспис, плюс у нас есть выездные бригады, коллеги, с которыми мы все время сотрудничаем, они здесь в зале. И мы поняли, что если у нас есть сейчас детский хоспис, а почему бы нам не запланировать производственную практику в хосписе, но только чтобы это было не как экскурсия, пришел и посмотрел, а чтобы ребята какие-то компетенции там смогли проверить себя, да. Но сначала мы поняли, что сначала их нужно чему-то научить, вот что обязательно нужно освоить и в хосписе закрепить. То есть, нам нужно будет сделать все-таки модульную программу, хотя бы небольшую, и те компетенции, которые на уровне первичной палеотивной помощи обязательно нужны, плюс еще усиленный такой организационно-управленческий момент, как связывать потом всех со всеми, да, мы должны ребятам дать. То есть, решение о том, что туда должно входить, это будет на основе разделение полномочий между первичной и специализированной. И здесь нужно будет отрабатывать схемы взаимодействия. Ну и, то есть, это обязательное такое начало для того, чтобы ребят туда потом привезти. А для того, чтобы действительно это было легитимно в рамках образовательной программы, нужно заключить договоры на практическую подготовку. И у нас сегодня есть уже два договора. Один с нашим хосписом, другой с нашей некоммерческой организацией, где есть выездная патронажная служба, что эти две организации могут принимать наших ординаторов прямо на практику. Пусть пока мы согласовали небольшую практику, потому что хосписы небольшие, пропускная способность их невелика, но это уже конкретная практика. Это уже больше, чем экскурсия. Это уже возможность, когда ребята прямо могут все это увидеть своими глазами, а может быть даже частично выполнить. Это я говорила о педиатрии. Но даже то, что мы начинаем все время об этом говорить и думать, оно рождает вокруг себя целую ауру, когда люди начинают понимать, что это важно. На нашей кафедре реализуются три образовательных программы ординатур, четыре. Одна из них – неонатология. Так вот, в неонатологии ни в образовательном, ни в профессиональном стандарте слово «палеотивный» пока не упоминается. Но наши неонатологи уже видят эти проблемы. И когда мы с ребятами на модуле по организационным основам оказания медпомощи, это модуль, с которого начинают наши ординаторы, разбираем все нормативные вещи и общие принципы, то мы говорим, что это же ординатура, это же следующий уровень. Мы говорим и о первичной, и о специализированной, и о палеотивной обязательно. И с точки зрения правил, и с точки зрения взаимодействий. И дальше, когда разбираются вопросы уже неонатологии, то наши неонатологи сегодня готовы говорить о палеотивной помощи в неонатологии, и готовы это обсуждать, тем более, что ведь сейчас в регионах есть еще регламенты, а как потом сообщать вот эти сложные новости, как правильно это делать. Кстати, это ведь наша общая задача, которая тоже ложится вот в эту канву, и получается, не имея прямых задач по образованию в области палеотива, неонатологи меняются, и они подключаются к этой работе, и делается это все уже совершенно на другом уровне. Ну и дополнительное профессиональное образование. Как я уже сказала, здесь будет развилка, кого научить. И здесь мы будем в том числе и разрабатывать программы по подготовке врачей специализированной службы, хотя эта пока опция для нас сложна, мы тут только учимся. Но тем не менее, уже сегодня у нас есть по крайней мере три категории обучающихся, с которыми мы работаем. Это организаторы, руководители с ними, кафедра общественного здоровья работает, и пока это несколько часов в плановых циклах, но 18 из 144 часов по вопросам организации обязательно посвящаются палеотивной помощи. Или 12 из 140 по повышению квалификации экспертов. Там, где нужно, опять же, определяться, проводить ВК и делать, в общем, все эти, оценивать все эти, контроль качества. Ну и в отношении участковых педиатров. Вот пока мы за два года смогли провести через наши циклы короткие 40 человек. 40 в 2022 году и чуть больше 40 в 2023. Я спрашиваю организаторов, а можно ли сделать так? Вот участковый педиатр, который раньше палеотиву не учился, получил одного палеотивного пациента впервые, и он у него пока один. Как ему не растеряться? А вы можете их направить на цикл по базовой палеотивной помощи? Ну и мы, значит, готовы этого человека ввести, так сказать, вот в этот курс и, значит, научить вот этому взаимодействию. Ну вроде бы да, так можно сделать. Насколько вы его отпустите? Она говорит, ну давай часов на 18. Я говорю, хорошо, давай тогда задачи переберем. Вот мы стали перебирать задачи. Вот задачи, которые в приказе, не буду на них останавливаться, они вам хорошо известны. Именно для медработников, именно для первички. А вот задачи, которые, по мнению организатора здравоохранения, мы должны обязательно проработать на этом коротком цикле. И когда мы эти задачи перебрали, она мне сама сказала, это представитель нашего Минздрава, отвечающий за палеотив, что-то 18, наверное, не получится, наверное, надо 36. Я говорю, ты понимаешь, и 36 – это минимум. Но сегодня Виктор Викторович говорил в самом начале, вот когда открывали конференцию, нам нужны хотя бы минимальные какие-то установки и усилия для широкой, так сказать, общественности медицинской. А дальше уже человек, который вовлечен, который уже не имеет вот этого страха и уже начинает видеть другие проблемы, будет эти компетенции наращивать. Так вот, что для меня было удивительным из того, что мне сказал организатор. Последние два пункта – диспансерное наблюдение палеотивных пациентов по их хронической патологии и лечение сопутствующей патологии и острых заболеваний. Но сейчас я вот всех слушаю и понимаю, а ничего удивительного. Это как раз те самые функции, которые никогда не должны передаваться выездной палеотивной бригаде, она о другом должна говорить, но должны обязательно выполниться, реализовываться, это с них спросят, участковым педиатрам. Ну и, конечно, когда мы планируем свои программы, это как раз то самое, что мы должны профессиональное медицинское сообщество спросить, функционал разделить и уже понять. Если мы учим первичную палеотивную помощь, это один набор. Если мы учим для специализированной, это будет другой набор и другой объем. И еще, уважаемые коллеги, у нас есть опыт реализации секции по палеотивной помощи в составе наших педиатрических конференций. Формируем программы мы всегда совместно с нашим ГВС, всегда обсуждаем эти проблемы, мы поддерживаем образовательный уровень, то есть эти секции, они всегда проводятся именно как секции блока НМО, это условия нашего Минздрава, чтобы мы могли поддерживать достаточный уровень. Мы ориентируем на целевую аудиторию именно педиатров, мы всегда напоминаем нашим спикерам, не забудьте это, участковые педиатры, они должны знать и понимать. И тематика, посмотрите, пожалуйста, вот мы провели за эти три года семь таких секций, тематика полностью соответствует тем вопросам, которые сегодня очень активно обсуждались, в том числе социально-правовая помощь, в том числе физическая терапия и позиционирование. Мы же понимаем, что мы лишь информируем о проблеме, мы не успеем их научить, но это важно, чтобы сформировать проактивную позицию, чтобы из этой некомпетентности неосознаваемой наши педиатры перешли на следующий, на осознаваемый уровень, и дальше уже можно было им сказать, а вот сайт там это есть, а вот проект там это есть, а вот конференция туда съездите, а вот цикл у нас есть еще такой готовый, пожалуйста, приходите. Вот таким способом, уважаемые коллеги, если подводить итог, у нас есть две дороги, мы должны помочь педиатру найти свое место, понять и освоить, усвоить объем, понять и освоить принципы взаимодействия, это то, что вот как раз Елена Владимировна не раз уже говорила на всех вебинарах, и мы должны помочь преподавателю, потому что даже несмотря на то, что мы пытались это делать и пытались делать это системно, пожалуй, что пока то, что у нас есть, это пока как есть, а не как должно быть, а как должно быть, мы вот вместе только с профессиональным сообществом можем сформировать, сформировать именно на следующем уровне, то есть мы, когда все это планируем, иногда такое впечатление, что мы изобретаем свой велосипед, а если в профессиональном сообществе внимательно послушать, то кое-какие вопросы решены, кое-какие вопросы пока не имеют решения, но нам интересно участвовать в обсуждении, чтобы нам было понятно, куда дальше двигаться, и общими усилиями тогда, и вопросы правильного, своевременного медицинского образования в области паллиатива мы тоже, конечно, сможем закрыть. Спасибо.